Шаймурат и Нургуль Шаймардан вернулись на историческую родину одними из первых в 1994 году с двумя маленькими сыновьями. Приехав из Китая в Казахстан, Шаймурат начал работать таксистом, потом водителем автобуса и со временем это переросло в свой небольшой туристический бизнес. Кроме этого, семья занялась сельским хозяйством, выращивается флор, ячмень, кукурузу. Старшие сыновья выросли и оба трудятся на благо родины. 27-летний Айдос возглавляет инвестиционную компанию. Правительство очень помогает по развитию бизнеса. Сейчас тем более для инвесторов у нас для них льготные программы, просто я думаю пока нигде нету, очень комфортные. И таким образом, я думаю, хоть чуть-чуть я помогу своей стране, потому что страна тоже очень сильно зависит от предпринимателей. Если у бизнесменов и у компаний все хорошо, то и в стране все будет нормально. На праздник в честь возвращения наших соотечественников на историческую родину семья пришла в полном составе. Сотни таких же репатриантов, в разные годы приехавших в Казахстан, собрались во дворце студентов имени Джолдазбекова, чтобы отметить наступающий 25-летний юбилей независимости Казахстана. Казахстан – одна из трех стран, принявшая специальную государственную программу по возвращению своих земляков на родину. Несмотря на тяжелое время, создали все условия для их адаптации, предложили ряд социально-экономических льгот. Если в 2015 году в страну переехали около 5000 репатриантов, то уже за 9 месяцев этого года. Их 24 тысячи. Уверен, что число переселенцев в будущем будет только расти. Благодаря созидательной политике главы государства нам удалось создать уникальную модель единства и целостности народа Казахстана. Более миллиона этнических казахов вернулись на историческую родину за четверть века. Первые из них приехали, как только Казахстан обрел независимость. И глава государства Нурсултан Назарбаев сообщил, что страна готова принять своих сыновей и дочерей, живущих за границей. Поэт Алмаз Ахмедбекулы вспоминает, как родилась его песня о казахстанском флаге, которая сегодня очень популярна в стране. В 1993 году я приехал на свою историческую родину. И как только пересек государственную границу, увидел флаг независимого Казахстана. У меня слезы хлынули из глаз, а в душе сложилась песня о том, что пока наш голубой флаг развивается над казахской землей, она будет возвышаться и процветать. Гостям праздника показали документальный фильм о том, как в начале 20 века казахам пришлось покинуть родные края, и о том, как в начале 90-х они, счастливые, возвращались домой. За эти годы репатрианты успешно влились в казахстанское общество, занялись бизнесом, наукой и творчеством. К слову, среди артистов, выступавших на празднике, немало таких, кто в свое время тоже вернулся на историческую родину, получил здесь возможность развивать свои таланты и стал знаменитым. Татьяна Анапольская, Нурдовлет Жаксыбаев, Мухит Кудыгбаев, Житакун.